Кыргызстан это уже проходило. В 2016 году патрульную милицию создали, объединив две структуры ДПС и ППС. Обещали, что сотрудников правоохранительных органов вообще уберут с дорог. Мол, теперь они днем и ночью в дождь и снег будут безостановочно патрулировать улицы. Для этих целей даже собирались купить 60 новеньких автомобилей марки Lada Priora почти за 40 миллионов суммов. Но в итоге патрульная милиция просуществовала около года. Главной причиной упразднения структуры стала неэффективность работы и недофинансирование. Если бы патрульная милиция выполнила все задачи, которые ставились в начале, это было бы значительным вкладом в обеспечение безопасности. Из-за отсутствия финансирования складывается сегодняшняя ситуация. В этот раз проблем с финансированием не было. Депутаты еще в прошлом году сообщили, что на создание патрульной милиции затратят около полутора миллиардов суммов. Даже создали некий совет из экспертов при президенте Сарумбае Джимбекове. И вот колесо реформ вновь закрутилось. Особых отличий от предыдущей версии патрульной службы практически нет. Как и в прошлый раз, объединят две структуры. Разделят на группы и заставят их следить за безопасностью в специальных закрепленных территориях. Самое главное изменение – сделать патрульных не карательным органом, а социально-сервисной службой. Реформировать будут в три этапа. В первую очередь наберут молодые кадры по конкурсу. Действующим тоже дадут шанс. Но приоритет все же отдадут ответственным молодым людям из гражданского сектора. Второй этап – это обучение в Академии МВД. За 3-4 месяца новобранцы освоят права граждан, правила дорожного движения, тактическую и огневую подготовку. Ну и третий завершающий этап – это непосредственно сама служба. Авторы новой реформы уверены, что основным стимулом станет зарплата. Ее собираются повысить до 24 тысяч сомов. Однако эксперты считают, что ситуация существенно не изменится. И эта реформа останется успешной лишь на бумаге. В Кыргызстане никто не довел эту работу до конца. Каждый делает на свое усмотрение и называет это реформой. Но на самом деле реформы нет. Но время и деньги уходят. А они одно разрушают, другое создают. В общем, чем-то занимаются. Впрочем, процесс уже запущен. Пилотный проект сначала реализуют в Бишкеке. Первая группа сотрудников патрульной милиции приступит к исполнению служебных обязанностей уже с 1 июля. В случае успеха реформа охватит всю страну. Марат Ахматов, Хусан Гаферов, Дмитрий Толстогузов. Телеканал «Апрель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова